Открытая студия Открытая студия Открытая студия Открытая студия Открытая студия Вопрос интересный Я старался, спасибо Если брать с моей стороны Это получилось абсолютно спонтанно И практически никак не обдуманно Я переводился с одного колледжа в другой И это направление попалось Как Одной из самых приоритетных Для меня почему-то Не было что-то в духе Как маленький Глеб стоит на кухне Он говорит, что я буду заниматься туризмом, то есть не такая история. Вообще нет, вообще нет. Это полностью спонтанное решение, просто нужно срочно куда-то пойти. И я мониторил различные колледжи, различные наши учебные заведения, увидел, что есть такая специальность. Я ничуть не осуждаю, понимаю суть спонтанных решений в вопросах учебы и переквалификации, особенно на ход ноги, когда это происходит в процессе обучения. Любая специальность вполне себе может рассматриваться как приоритетная. Но все же, рассматривая варианты, ты так или иначе, как поиск фильма по библиотеке. Ты читаешь к ним кратко, чтобы понять, насколько тебе интересен этот жанр, какие там снимаются актеры, студия производства в конце концов. То есть зацепит тебя это или нет по итогу, что не хочется тратить 2,5 часа кинопросмотра на то, что тебе будет неинтересно. Ну и в формате учебы метафора понятна. Что зацепило в туризме? То, что это направление позволяет познакомиться с различными странами, со своей родной страной узнать какие-то интересные моменты. А меня, в принципе, всю жизнь, как раз начиная с детства, наверное, интересовали различные особенности нашего мира многогранного. Весь его колорит, загадки, тайны. Да, да, да. И это меня, наверное, исподвигло, это было каким-то неосознанным решением. Ну, насколько я понимаю, судя по тому, что в этой компетенции вы достаточно стремительно двигаетесь, раз прямо сейчас вы сегодня вдвоем здесь находитесь в прямом эфире, а мы вас чествуем в связи с победой в номинации, вы не разочарованы своим выбором. А, абсолютно нет. Мария, а у вас какая, что ли? Ну, я с детства нахожусь в туризме, и изначально я понимала, что для нашего города это перспективное направление. Подождите, нельзя сказать, я с детства нахожусь в туризме и продолжить. Это как так? Ну, в общем, у меня семья, она тоже участвует в туризме, и поэтому я с детства увидела, насколько это интересно, перспективно. Также я росла в общении с людьми разными, и я понимаю, что таким образом я смогу познать культуру некую, также учить языки и иметь достаточно хорошую зарплату в перспективе. Да, я с вами согласен, и то, и другое. Наверное, нет того отрезка в истории жизни, когда это были бы невесомые поводы для того, чтобы чем-то заняться. Так любопытно, получается, спонтанное решение и династическая история. Буквально туризм некоторого поколения и выбор, который пал после короткой аналитики, но вот по итогу вы обувь в туризме, и проект, в котором вы участвовали, как вы о нем узнали, я про этот конкурс. Я к тому, что далеко не каждый журналист, например, на факультете журналистики, участвует во всех федеральных и региональных форумах и конкурсах такого масштаба. То есть вы следили за этими направлениями, или это как-то произошло внезапно? Для нас это произошло очень внезапно. Здесь нужно отдать должное нашим преподавателям, потому что именно они сподвигли нас на участие в этом конкурсе, так же, как, допустим, в прошлом году, на участие в... WordSkills. Сейчас он называется «Молодые профессионалы», может быть, слышали. Конечно, конечно. Мне интересно, как сейчас система образования работает. Когда вы говорите «сподвигли», вы говорите о том, что у нас просто не было выбора? Нет, 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 выбор всегда есть. К нам просто пришла Ольга Викторовна, это наш непосредственный научный руководитель в данном вопросе, и рассказал о том, что вот есть такая возможность поучаствовать. А в чем суть конкурса? Ну, вот так, для зрителя, который не вовлечен. Изначально первый этап – это сделать уникальную презентацию, которая может зацепить, так сказать, комиссию, которая выбирает. И после этого вы проходите на второй этап, который уже непосредственно в Москве происходит, и там вы уже ее защищаете, то есть готовите выступление, рассказываете. По сути, как подготовка гранта? Ну да, да. Что-нибудь в таком духе. Я всегда в подобных вещах цепляюсь, потому что в этом вопросе я педантичен, за слово «уникальный», то есть в данном случае уникальная презентация. Конечно, мы когда что-то готовим, мы всегда знаем, что мы должны чем-то зацепить, сделать что-то особенное. К слову, немножечко аналитики, а точнее писанины. Вот все, кто часто смотрит нашу замечательную, я уверен, вы ее такую же считаете, программу, знают, что я не особо люблю подглядывать свои шпаргалки, но когда речь заходит о точных цифрах, я делаю это с огромным удовольствием. Было подано более полутора тысяч проектов. 80 регионов всей нашей необъятной родины в этом поучаствовали. И я, конечно, пока не знаю, может быть, вы расскажете, сколько было конкретно под номинацией, но из полутора тысяч вас двоих, наверное, как единица проекта, считается, вас выделили. Я знаю, что из Мурманской области, по-моему, тоже есть еще несколько. Мы знаем про одного кандидата, да, девочку. Она была в более младшей категории, до 18 лет, и вроде как она тоже заняла первое место. Я хочу сказать, что это потрясающий результат. От лица нашей радиостанции и телеканала мы вас искренне поздравляем. Это очень здорово. Спасибо. И я думаю, что здоровая, я подчеркну, здоровая порция тщеславия, если она у вас сейчас немножечко играет, то это очень хорошо. А если нет, то дайте волю чувству. Потому что вы оказали серьезную победу, оказали серьезное сопротивление всем остальным участникам. Насколько было тяжело, что это дает по итогу, и что из себя представляет ваше состязание, мы, я думаю, сегодня еще успеем разобрать. Но вернемся к моменту, когда ваш научный руководитель дал вам вот такую наводку. Смотрите, есть этот конкурс. Вы наверняка сразу оценили масштаб, когда участвуют. Даже в рамках региона соревноваться непросто. В рамках страны это всегда вызов. Да, тем более у нас была категория от 18 до 35, и уже тут разница большая. Ну, это прям разброс очень большой. И мы уже в моменте защиты убедились в том, что действительно соревновались людьми, которые... Профессионалы у меня уже были своего дела. У них уже были готовые объекты, которые они разработали и показывали. И, да, представляли, вот именно уже готовые. А у нас была просто какая-то идея, можно сказать, высосана из пальца. Ну, грубо говоря, когда речь идет о разбросе от 18 до 35, это, по сути, момент, когда студенты сражаются с бизнесменами. Да, с теми людьми, кто уже владеет бизнесом, кто уже разрабатывает туристические маршруты, ну, и всячески популяризирует это направление в разных регионах. А у нас сейчас в регионе, в нашем, конкретно, поддержка туризма очень серьезная. Конечно. И это потрясающе. Мы много раз общались с представителями министерства в рамках открытой студии о том, какие перспективы это еще на ранних этапах только открывало для нашего края. Сейчас мы говорим уже не о перспективах, а о конкретных результатах, о финансовом влиянии, которое это в бюджет региона привносит. Поэтому я не буду сегодня ходить вокруг темы, насколько вы считаете, что развивать туризм на Польском полуострове вообще хорошо, и это нужно. Ну, то есть, ну, друзья, мы все здесь взрослые, если вы впервые включили телевизор вообще, тогда, возможно, для вас это, конечно, и новая информация. Туризм сейчас это очень горячее направление, и сказать о том, что он в зачатке невозможно, как и говорить о том, что он уже достиг своего апогея. Мне кажется, с каждым годом перспективнее, интереснее и, наверное, немножечко сложнее для тех, кто хочет стать для себя, выбрать это для себя как основное направление. Я имею в виду, если ты хочешь начать с нуля, а не присоединиться к уже готовой команде. К чему это долгая преамбула? Сделать что-то уникальное, вот то самое слово, за которое засмеемся, это очень непросто в рамках того, каким оригинальный туризм представляется сейчас. Перед вами стала сложная задача, помимо борьбы с всей Сталинной Россией, на этих компетенциях. Как вы разрабатывали? Что получилось? Почему она, в конце концов, мистическая, этот мистический тур «Северная сказка»? Расскажите, наконец, о вашей задумке. Мы распечатали список тем и подумали, какая была бы наиболее актуальна для нашего региона, чтобы мы смогли выиграть чем-то особенным. И там была такая номинация под названием «Евесть природа». Изначально мы подумали, что все, наверное, выезжают за счет своей фишки. Там у кого-то вулканы, у кого-то озера. У нас, наверное, сияние. Мы подумали, что ничего такого в этом нет. Но потом мы поняли, что это оно. То есть вы сначала подумали, что это слишком очевидно, чтобы сделать это коронной фишкой? Да, да, да. И поэтому ко мне пришла идея о том, что надо это как-то разнообразить. Надо добавить что-то такое, чего во всей остальной России нет. Какую-то уникальную особенность. И как раз то, про что я говорил, что я очень сильно интересовался и в детстве, и сейчас историей, бытом и культурой различных народов. Это нас и спасло. Мы вспомнили, что у нас на нашем Кольском полуострове существуют такие объекты, как Сейды. Мурманский лабиринт, который находится буквально в пяти километрах от самого города. И можно вывести за счет мистической стороны, за счет всяких ритуалов, обрядов. И, в принципе, быта. Погрузить в сказку. Да, да, да. Погрузить саму в сказку. Показать, что у нас есть самобытный народ Саамы, их историю, их культуру и сами традиции. То есть, получается, когда мы говорим о практически любом популярном туристическом направлении, в практически любой стране, я хочу подчеркнуть, в данном случае популярное, потому что в каждой стране есть и фриктуры, и просто свои какие-то интересные, очень локальные особенности, особые направления у частного сектора, чаще всего показывают очень, как бы верно высказаться, очень пресс-релизный регион, пресс-релизную страну, очень такую глянцевую картинку. То есть, если мы говорим о путешествии на каком-нибудь другом континенте, например, в тропике, то вот, пожалуйста, самые зеленые деревья здесь, самые бурные реки вот здесь, в этом духе. А если взять, опять же, например, тропиков, то вы решили, а почему бы не показать с точки зрения того, как во времена ацтеков проводили жертвоприношение? Конечно, да, 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 это же гораздо интереснее. Да, 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 то есть, такой для многих может показаться и так изначально поверх криповой точки зрения, но, по сути, взять ту основу, которая привлекает десятки тысяч людей, иначе бы канал, некоторые каналы, к сожалению, уже не функционирующие у нас на кабельном, в принципе, не работали. Мистическая сказка у нас получилась двух факторов. Это саамской культуры и северного сияния. То есть мы взяли все, можно сказать, сразу. И все же, я представляю, как это выглядит в голове и, условно, на бумаге. Вот такой мозговой штурм, так, у нас есть северное сияние, у нас есть саам, так, у них тоже есть свой фольклор, у них тоже есть там ритуальная составляющая. А с этим все ясно. Дальше это нужно каким-то образом упаковать. Суть вашей идеи была в том, чтобы построить тур вместе с гидом, который будет мрачным голосом объяснять, что здесь происходило? Не совсем. Сама идея заключалась в том, что мы собираем гостей в одной точке, везем их, это, ну, наверное, можно сказать, да? Везем их до места размещения. Мы хотели выбрать это как глэмпинг. Я думаю, все прекрасно понимают в нашем регионе, что это такое. И там провести им краткий экскурс вообще в историю, что происходит, что будет происходить. И на следующий день мы хотели отвезти туристов на сам Мурманский лабиринт, подготовить там определенную площадку. И так как это все будет происходить в зимнее время в основном, но также мы думали, что можно и в летнее время организовать. И в летнее время у нас есть полярные идеи. Вот. В зимнее время мы их отвозим туда, и там уже подготовленная площадка, на которой есть весь необходимый материал. Я понял. Там лабиринт закрывается с двух сторон, и голос говорит, игра началась. Нет, нет, нет. Есть аниматоры и актеры, которые будут в роли самих самов. Глеб, извините, пожалуйста, я вас сейчас переведу, просто мы подошли, по-моему, к самому интересной части беседы, а у нас уже вот впритык реклама подбинает. Давайте перевернемся, поставим запятую. Не переключите, я волнуюсь, свой телеканал. Буквально две с половиной минуты, и мы продолжим беседу с нашими гостями. Продолжает говорить и показывать открытая студия, совместный проект телеканала «Арктик ТВ» радиостанции «Рекорд». Я и ее ведущий Николай Духмас. Напомню, что в гостях у нас сегодня студия третьего курса Мурманского педагогического колледжа по специальности «Туризм» для Пуваров и Мария Шеремет. Это вторая половина программы, и мы с ребятами уже успели удивиться на время рекламного блока, насколько быстро мы к этому самому рекламному блока подошли, а это значит, что впереди еще меньше времени и по традиции еще больше вопросов. Возвращаясь к вашему проекту, «Северная сказка. Мистический тур». Значит, в нем задействован наш знаменитый Мурманский лабиринт, и все строится на программе из двух дней, ну, как минимум. Ну, да. Да, значит, в первый день создается, скажем так, эмоциональная такая подушка. Да, 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 да. Людей настраивают на нужную волну, рассказывают им исторический контекст происходящего, да, плюс места уже красивые сами по себе. Второй день – это непосредственно выезд на желанную точку. Если зима, то, вероятнее всего, Северное Сене, ну, или просто наш Север, который сам по себе очень красив. Если полярный день – это то, что вообще сводит с ума всех вахтовиков, и это уже очень интересно. И все же я понимаю, что любая хорошая программа или любой хороший фильм не работает без качественного саундтрека или спецэффектов. Чем вы хотели дополнить? Это дополняется, во-первых, фаер-шоу, потому что это всегда очень зрелищно, особенно в зимнее время года, когда у нас всегда темно. Просто прекраснейшие артисты, у нас есть группы, которые этим занимаются, будут устраивать такое шоу. Это очень запоминающиеся. Потом мы думали добавить на костюмы самих артистов, которые будут в роли шаманов, какие-то неоновые краски, то есть подсветку. То есть речь больше не об аутентичности, а о визуальном перформансе? Относительно да и нет, потому что на аутентичности мы тоже сыграли. Потому что мы включаем сюда гадание на камнях, где там антия, что действительно было. Потому что вот у нас буквально на всем Кольском полуострове есть неопролежимые доказательства. Это сейды, огромные каменные глыбы, которые были местами поклонения. Сам лабиринт, который будет находиться там буквально в шаговой доступности, на нем можно будет посмотреть. Ритуалы очищения души, что немаловажно. И все это будет происходить под нашим зимним небом, с кучей звезд и северным сиянием. Это просто... Я хочу сказать, что момент, который вы сейчас обозначили, это тот самый эпизод, когда большая часть людей притянулась поближе к телевизорам. Что так можно было? Ритуал очищения души? Можно, можно. Это все организовывается, ну, организовывается, да. За счет самоизрелищности, погружения в эту атмосферу. И вы сами захотите, сами вас самих потянет. Погрузиться в эту сказку. Да, да, да. Также у нас будет представлена еда на жаровнях, заведомо приготовленная из кафе. Мы ее перевезем и будем разогревать на этих жаровнях. А также покажем удивительную нашу северную кухню, конечно же. Олениным треском. Если бы там не была российская кухня, я бы вас разочаровал. Потому что это же бренд. А на кого ваш проект ориентирован? Это внутренний туризм или внешний туризм? Ну, изначально мы, конечно же, делали на внутренний туризм. Но также, естественно, все знают, что сейчас у нас очень много китайцев приезжают, других жителей разных стран. Поэтому перспективно было бы сделать на китайцев. Так что, я думаю, все по городу, когда ходят, видят, что им просто нечем заняться. И, кстати, интересно, что поступают заявки от гидов, что нужно что-нибудь придумать интересное для китайцев. Оттуда вытекает новый вопрос. А где взять людей, правильно? Которые занимаются этим в плане переводов, потому что тоже много кто английский не знает из этих стран Азии. Поэтому, естественно, нам нужны профессиональные подготовленные специалисты. Опять-таки же, мне кажется, нужно развивать китайский язык в нашем регионе. Я сама уже его учу на протяжении пяти лет. И так интересно получилось, что они начали приезжать сюда. И я поняла, что я тоже могу развивать себя в этом плане, в перспективе. Возможно, я бы даже проводила бы наш тур с Гребом. Да, конечно. Я просто обязан спросить, вы можете поздороваться со мной на китайском? Да. Ни хао. Ну, это как я, Смакалия. Ладно, все, вы пошли дальше. Мне пришлось вас перебить во время этого небольшого литератического теста. У нас вообще с Машей такая фишка, что, начиная с прошлого года, когда мы защищались на WorldSkills, мы заканчивали наше выступление тем, что Маша говорит какую-то фразу на китайском, я заканчиваю на английском, чтобы показать, что наша область... Открыта для всех. Открыта, да. Открыта для интернационального туризма, и мы действительно готовы принимать и обслуживать иностранцев. Это очень хороший момент, вы молодцы. Первый этап вашей заявки, это все было записано в текстовом виде, ну, может быть, с какой-то там иллюстративной частью, вы это все отправили на конкурс. Там комиссия, я так понимаю, высоко оценила, вас пригласили на защиту. Да. Такое было? Вы поехали... Где проходила защита? В Москве. В Москве. В Институте экономики московском. Вот этот знаменитый, старейший наш, великолепный. Как он вас впечатлил? Большой, довольно большой. Да, территория просто... Кормят, да, там вкусно. Большой кормят вкусно. Вот все, что нам нужно знать про главнейший институт экономики страны. Скажите, как проходило все там? Все-таки защита сильно отличается от подачи изначальной заявки. Конечно, да. Изначально нас пригласили в общий актовый зал, где представили жюри, представили... Ну, нас разбили на группы. И после общего знакомства и разбития на группы... Церемония открытия. Да, церемония открытия. Нас провели в один из корпусов, где развели по аудиториям. И в этой аудитории присутствовало около 30 человек, наверное. Примерно так. И вот в нашем случае было трое жюри. Три женщины. То есть, а вас аудитории разбили по, соответственно, номинациям на аудитории? Нет, в каждой аудитории были разные номинации. В нашей были вообще все. То есть, это... Калининград... Ну, это города. А номинации, там, гастрономический туризм, допустим, туризм исторический. Экскурсионная тропа, пляжный туризм. Интересный момент. То есть, жюри профильно не разбивались под номинации. Их задача была оценивать целиком, полностью. Да. А после выступления нам задавали вопросы, на которые надо было ответить. Да. Служны были вопросы? Был момент, когда вы поняли, что вас поставило в неловкое положение? Нет, скорее, у нас получилось так, что мы даже поставили жюри в неловкое положение. Потому что мы им рассказали то, чего они сами никогда не знали. И вряд ли бы узнали о нашей северной природе. И они были очень сильно, действительно, удивлены и вдохновлены. И захотели приехать и попасть именно на этот тур. И услышать более полно всю информацию. И в этот момент мы понимаем, что тур развит на разное количество возрастов. Правильно? Да, да. А вам сообщили о том, что вы большие молодцы и победители сразу же в момент времени? Нет. Мы узнали только на следующий день, в момент уже самого награждения. Но скажите, вот сейчас, когда уже все волнение, все эти моменты прошли, вы вспоминаете это с теплом, с улыбкой, это сразу видно. А вы понимаете, что вы смогли жюри сильно удивить, и победа очевидна. Вам тогда казалось, что она очевидна? Или все равно был мандраж, когда вам сообщили о том, что это победа? Естественно, всегда из доли сомнения. Но мы рассказывали уверенно, поэтому надеялись. Да, поэтому... Ну, вообще честно, мы ехали уже с позиции того, что мы самые лучшие, и мы победили. Что у нас уникальный регион, что мы несем эту культуру всем. Потому что так оно и есть. Правильно. Я так смотрю в глаза сразу всему. Мои гости с вами полностью согласны. Что дальше? Что вам дала победа? Уверенность в себе, уверенность в том, что... Наш регион, наши идеи действительно можно развивать, и действительно можно идти вперед, несмотря ни на что. Ну и, в принципе, понимание того, что мы чего-то можем. Ну, давайте так. Я вообще не беру в расчет сейчас опыт, потому что здесь и опыт... Колоссальный, на самом деле. Да, опыт совершенно колоссальный. Опыт в подготовке проекта, в его создании, в его защите, на знакомство с маститыми представителями индустрии. Причем с государственной точки зрения, а не с точки зрения сейчас нового бизнеса. Это, на самом деле, еще интереснее, потому как несколько больше видишь масштаб. Нюансы, прописания. Да, 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 прописания нюансов. То есть, я вообще этого в расчет не беру, особенно в период обучения на третьем курсе сейчас получить такой буст. Это очень серьезный пакет козырей перед вашими сокурсниками, как минимум. И для вас, как для становления будущих профессионалов. Но меня интересует вопрос, давайте я его чуть сужу. Что дальше относительно мистического тура, и что дальше относительно вашей профориентации. То есть, можно ли этот тур применить, если, может быть, уже запрос, или вы кому-то хотите эту идею делегировать, продать. Или вы хотите ее реализовать самостоятельно через некоторое время. И вообще, планируете ли вы оставаться в регионе, будучи уже отученными специалистами с профильной вышкой в направлении туризма. Вот два вопроса. У нас как раз где-то две с половиной минутки до завершения. Мы вот успеем разобрать оба вопроса от вас и от вас. Ну, давайте начнем сначала. Вообще, что будет дальше? Естественно, сам проект требует доработки. Есть очень много моментов касаемо, как минимум, персонала, который нужно решить, который нужно понимать. Естественно, здесь нам нужна будет помощь, чтобы это развивалось. Логистика и кейтеринг – это непросто. Да, да, да. Понимаю. Но в целом это вполне можно реализовать. Это действительно, если брать в плане денег, это точно окупится. А если брать в плане заинтересованности людей, то мы увидели на примере, что это действительно интересно. Но есть небольшой нюанс, что, конечно, нужен стартовый капитал, который, ну, значительный, я бы сказала, для начала. Вот, поэтому спонсоры, конечно же. Но я правильно понимаю, что вы не хотите откладывать эту идею в стол, как просто отличный, удачный проект? Нет, потому что с точки зрения уникальности, вот мы подошли к заключению, что у нас в городе, да и в регионе, наверное, нет такой программы. То есть вы планируете попытаться своими силами, ну, я имею в виду при поддержке специалистов, при поддержке какого-то спонсорского вмешательства реализовать этот проект? В принципе, можно. В перспективе, да. А что касается учебы, вы, я неспроста отметил о том, что вы, у вас была возможность побывать в Москве, пообщаться со специалистами совершенно разных регионов. Я уверен и убежден в том, что вы наш регион любите так же сильно, как и все присутствующие здесь. Но это абсолютно нормальная практика, что кто-то остается и все свои компетенции применяет на месте, кто-то двигается дальше. Это иногда вопрос масштаба локации, в котором он проживает, иногда приоритета по банальным погодным условиям, иногда меняется абсолютно другая жизненная парадигма. Сейчас, на момент времени вашего обучения, как вы себя видите в качестве специалиста через несколько лет? Как я уже упоминала насчет моего любимого китайского, что я уже сдала его на четвертый уровень, и в перспективе я сейчас хочу его еще улучшить и проводить уже экскурсии в будущем. И стать тем самым востребованным туристическим менеджером, который, еще и в совершенстве знает китайский язык. Было бы интересно еще привозить оттуда прямиком туристов сюда. То есть наш регион рекламировать не просто в России, а еще и за рубежом. Мне кажется, это было бы интересно. Согласен с вами. А вы как видите? Ну, для меня туризм все-таки станет, ну, уже стал отправной точкой, но, скажем так, задерживаться я сильно не хочу. И у меня есть свои амбиции для роста. И, возможно, я первое время побуду здесь, а дальше уже уеду развиваться в других направлениях. Я очень благодарю вам за честный ответ, потому что обе ваши, скажем так, политики продвижения на будущее очень перспективные и открывают невероятные горизонты, как находясь по-прежнему в нашем стремительно развивающемся, быстрорастущем с точки зрения туристического интереса инфраструктуры регионе, так и реализовывая свои амбиции на уже на момент времени более крупных и подготовленных площадок. Мне остается только пожелать вам удачи. Спасибо. Была, получилась чудесная беседа. Я еще раз поздравляю вас с победой. Надеюсь, не в последний раз о вас слышим. Мы, возможно, даже в виде в рамках открытой студии. На этом все. Всего вам доброго. До скорых встреч. До свидания. Открытие студии Открытие студии Открытие студии Открытие студии